Аллилуйя! Слава Богу, братья и сестры, приветствую вас всех, любовь к Иисусу Христа и всех, кто нас смотрит сейчас в эфире. Господь здесь, и это очень радует. Он никуда не ушел. Аллилуйя! Сегодня мне выпала честь говорить и проповедовать Нагорная проповедь и блаженной чистой сердцем, ибо они Бога узрят. Слава Богу! Такая хорошая тема. И мы будем сегодня о ней говорить. Но я хочу немножко, чтобы мы вспомнили вообще, куда мы движемся. Нагорная проповедь, мы уже говорили, это как бы такая новозаветный Божий закон блаженства. Мы говорили о том, что закон Божий, 10 заповедей ветхозаветные, они приводили людей к осознанию того, что есть грех и что нельзя делать. Новозаветные заповеди блаженства учат нас, как нам правильно жить. И эти заповеди, Господь говорит, я их внутрь вас вложу. Первое, что он нам сказал на этом пути, это то, что блаженны нищие духом. То есть это то состояние, когда мы понимаем, что мы не в состоянии идти без кого-то, нам нужна помощь. Сами мы люди, которые можем только что делать, это грешить и делать что-то нехорошее. И это осознание, оно нас приводит к тому, что есть что-то большее и лучшее. Мы приходим ко Христу, мы приходим к великому Богу, и Бог нас учит дальше через процесс блаженны плачущие. Он говорит, блаженны кроткие. Это процесс, когда мы пред Богом падаем, и Господь в этом процессе очищает наше сердце. Кротость – это смирение, это сокрушение пред Богом. Далее мы говорим о том, что блаженны алчущие и жаждущие правды. Это процесс, когда мы начинаем понимать, что нам нужно что-то новое. Это процесс, когда все, что древнее, все, что грязное, все, что греховное, оно омывает Господь. Это мыло очистил, и Он нас начинает наполнять новой жизнью. И Он говорит, блаженны алчущие и жаждущие. То есть мы пришли к процессу, к моменту, когда нам нужен Бог и нужно Его живое слово. Кто помнит эти моменты в своей жизни, когда ты просто жаждал, просто жаждал. Вот один пример, один брат недавно, он пришел в церковь, мне звонит постоянно, говорит, а вот там написано, а там написано, а я сегодня читал, а я читал, а ты посмотри это, и посмотри это. И он меня зажигает, а хорошо, а где я, говорю, а где это написано? Он говорит, читай внимательнее, это в числах там, понимаете? Когда ты сокрушен, то ты жаждешь, и ты хочешь пить, ты хочешь есть. И это хорошее состояние. Когда мы начинаем наполняться, все грязное прошло, все древнее прошло, теперь все новое, мы наполнились. И эту заповедь Господь поставил вот именно в этом пункте. Потом мы видим в заповеди блаженства милостивые. То есть ты, когда наполняешься только посредством Слова Божьего, ты понимаешь то, как ты должен жить. Это путь милосердия, сострадания, путь добра, когда ты начинаешь делать что-то новое. Я помню процесс, когда я обратился к Богу, я вышел, мое сердце изменилось, и единственное было желание, это правда, это вот кому-то сделать что-то доброе. Кого-то полюбить, кого-то обнять, кому-то что-то доброе сказать. Я не понимаю, как это происходит. До сих пор это загадка, но это новое творение в Иисусе Христе. Это Иисус Христос, живущий в нас. Это не мы, это не наша природа. Это внутренний человек, который зародился заново. Это природа Божья. Она говорит, она любит, она творит добро. У Бога все правильно. Поэтому начался путь очищения, путь насыщения и путь отдачи. Далее, о чем мы сегодня будем говорить, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженно чистые сердцем. Я размышлял, наверное, вы тоже размышляете. А что такое чистые сердцем? Может, это то, что когда мы пришли в церковь, и мы покаялись. Теперь я новое творение, я чистый. Может, это то, что мы ходим в церковь, и что-то делаем, и служим Богу. Как? Как происходит процесс очищения нашего сердца? Если кто-то сейчас скажет, что я не грешу, я не грешен, то мы обманываем себя. В Библии написано, послание Иоанна. Лжец. Если ты говоришь, что ты без греха, и у греха нету большого или маленького, хорошего или плохого, грех, он и в Африке грех. Это грех. Любой. Посмотрел с вожделением, обидел кого-то, не дал кому-то чего-то. Бог наблюдает, и Бог смотрит на тебя и на меня каждый день. У него нету плохого, большого или маленького. Поэтому он говорит, блаженный, чистый сердцем. И вот сегодня мы будем с вами смотреть на Священное Писание, и я думаю, что Бог нам сегодня откроет. Это хорошее слово, и оно нас вдохновит. Откроем Салом 50, и мы почитаем с 1 по 19 стих. Салом 50, с 1 по 19 стих. Это Псалом Давида. Это место, когда плач, очищение, сокрушение великого мужа Божьего после того, как он согрешил. И грех его не был такой, что он там, знаете, бабушку через дорогу не перевел, ну, не проводил там или что-то такое. Мы знаем, что он гулял, и вдруг он увидел напротив очень прекрасную женщину, Ирсавию. И она ему очень понравилась. Но она была замужем. И он сделал так, что его мужа отправил на войну. Он погиб. И он завладел ею. Ой-ой-ой. Это все не очень просто. Я не знаю процесса, я знаю то, что в Псалме 50 именно как раз и описано его сердце. Я еще хочу напомнить, если сейчас кто-то, ой-ой-ой, что Давид это человек по сердцу Бога. Почему? Я когда молодой, я часто думал об этом. Как это так? После такого греха как можно любить человека? А ты посмотри на себя. А ты посмотри, о чем ты думаешь. О чем ты помышляешь каждый день. Кто безгрешен? Первый брось в меня камень. Кто? Нету ни одного такого. И поэтому, какой бы он грех не был, это грех. И в этом Псалме мы найдем ключ, один из ключей больших к процессу очищения. Мы сегодня говорим о чем? Блаженные, чистые сердцем, ибо они Богу узрят. Мы говорим о том, что нам нужно читать Слово Божие и в Слове Божьем все понятно. Но Слово Божие также говорит, когда вы приходите в церковь, в Дом Божий, который Господь установил, у одного слова, у одного пророчества, у одного языки, у другого истолкования. Один несет добродетель, один жертвует, благотворит, помогает, убирает, встречает, что-то делает для Дома Божьего. Давид, муж по сердцу Бога. Я не знаю, как он жил этот период, но написано, что к нему подошел некто по имени пророк по имени Нафан. Может, он ходил, может, он думал, что все как-то разрешилось само по себе, но Слово Божие, оно говорит, ты думаешь, что я такой же, как и ты? ты думаешь, что я ничего не вижу, отчий Господний наблюдает за тобой и за мной. И суды Божьи, они приходят. Давид очень мудр, потому что он сказал, ты вложил внутрь меня мудрость. Он молился, сердце чистое сотвори во мне, Господь. Мы сейчас будем об этом читать. Это очень важно. Это ключ. Я напоминаю, мне очень нравится этот псалом. Давайте мы его прочитаем, и мы сейчас вернемся, чтобы нам понять саму суть, путь, процесс очищения нашего сердца. Каждый из нас сейчас, пока я буду читать, поразмышлите, что ты сделал сегодня. Кому ты переступил дорогу, кого ты обидел, кому ты не помог или еще что-то сделал. Не дай Бог какой-то тайный грех. Псалом 50, второй стих. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии, помилуй меня, Боже, по великой милости твоей и по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе, единому, согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и сгладь все беззаконии мои. Сердце чистое сотвори во мне Боже и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божьи, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои и уста мои возвестят хвалу твою. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к сожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не призришь Боже. Аминь. Аллилуйя. Целый кладезь, целый прямо связка ключей для того, чтобы просто осознать о том, что вот основной метод вообще нравится, высая то же самое, вот на кого я напрезаю, кроткого, сокрушенного, трепещущего предименем, сокрушение. Грех был такой, который просто страшно даже об этом помышлять. Муж Божий. Но представляете, когда пришел Нафан, он понял, он тут же осознал, да, я согрешил. Он говорит, да, ты будешь жить, но сын твой погибнет. И его сердце, оно было в сокрушении семь дней, он молился на коленях в посте и молитве, чтобы Бог сохранил сына. Но сын погиб, сын умер. И он встал, умылся и пошел. И все были удивлены. Он понимал. Я вообще удивляюсь, потому что это сокрушение, это осознание. Бог любит, когда ты сокрушаешься. Нам не нужно обманываться. Он будучи верен и праведен, он прощает все согрешения. С чего началась наша новая жизнь? Давайте вспомним. У тебя, у меня сокрушение, блаженный нищий духом. Когда ты падаешь на колени, Господь, я не могу, возьми меня к своей обители. Я помню этот момент, когда я в подъезде, я погибал. В принципе, меня только светило одно, ад меня ждал. Я упал на колени. Я говорю, Господи, помоги. Я не могу, я погибаю. И Бог пришел, и Бог исцелил, и Бог помог. Что нужно для того, чтобы начать новую жизнь? Что нужно для того, чтобы Господь изгладил все твои грехи? Что нужно для того, чтобы твое сердце, оно сокрушилось? Чтобы кости твои, чтобы веселье пришло, радость пришла? Зачем вам погибать? Зачем вам мучиться? Сокрушите свое сердце, упадите предо мною, и я помогу, я исцелю, я восстановлю, и радость придет, изменю печаль на радость. Моя дочка погибла от наркотика. Однажды я принес ей боль. Я несколько лет, десятки лет я просто просил у нее прощения. До тех пор, пока я не понял, однажды мне Господь сказал, я простил тебя. Я на коленях просил. Она мне, папа, я здесь сколько раз сказал, я люблю тебя, и я тебе прощаю. Я говорю, прости, дочка. Недавно я переглядывал ее фотографии. Поплачешь. Я ей сказал, дочка, я все сделаю для того, чтобы твою дочку довести на царствие Божие. Я тебе обещаю. И эти моменты, они всегда тебя преследуют. Но когда ты понимаешь, что есть некто, кто прощает согрешение, тогда приходит свобода, истинная свобода, истинная радость. Потому что Бог простил все грехи. Он сказал, если грехи твои, как багряный, как снег убелю, белее снега сделаю. Любой грех. И мы должны это знать. Это один из ключей. Не надо прятаться, Бог знает. Разве скроешься от Господа? Куда ты пойдешь? На небо? В бездну? Куда? В море? В пучину? Куда ты от него спрячешься? Бог знает все твои согрешения, видимые и невидимые, осознанные, неосознанные, как мы молимся. Господи, сокруши меня, измени меня, прости меня. Нужно ли публично? Не знаю. Но если кто-то видел твой грех, то надо и публично раскаяться каждому из нас. Я не один здесь такой грешник. Но я знаю одно, и это радует на самом деле, в хорошем смысле слова, что есть прощение, есть Господь, который презирает на сокрушенного сердцем. В жизни Давида это и произошло. Поэтому я взял именно псалом, этот процесс очищения, как один из важнейших ключей к тому, как происходит вот этот процесс. Когда он молился, вы заметили, там есть один очень хороший стих. окропи меня и сопом и буду чист, омой меня и буду белее снега. Но мы об этом еще поговорим далее. Но сейчас мы посмотрим немножко в другом ракурсе путь очищения, потому что есть много заблуждений, есть много моментов, когда люди, теологи, философы, христианские, библейские, теологические всякие, они считают то, что если их мозг, их разум наполнен Словом Божьим, то они могут прекрасно говорить, манипулировать или что-то делать в адрес людей. Разве Бог не видит, разве Бог не знает. Он все видит, Он знает, Он совершенный Бог. Я сейчас говорю не какие-то конкретные личности, я говорю сейчас к тебе и ко мне. Если мы считаем, что только знание, только слово в чистом виде, оно может изменить, оно может что-то сделать. Апостол Павел мог этим гордиться, он сказал, что он мог красноречиво очень сильно говорить, и его высказыванием диву давали. Вспомните эти философы, ты говоришь очень красиво, но он говорит, моя проповедь, пусть моя проповедь будет неубедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и духа. Сила и духа. Это что-то такое, что меняет, это не просто такое. Давайте покаемся, давайте помолимся, очередной раз, давай, толпа выстроилась, помолили, аллилуйя, и все с радостью ушли, все, отмолился. Я уж не буду другие религии сейчас припоминать. Это не тот момент, когда можно вот так прогуляться. Слава Богу, все, вышел, вышел, а исповедовал ли ты свой грех? Открыл ли ты Богу его конкретно, сказал ему, вот что во мне происходит, Господь, сердце чистое сотвори во мне, Господь. Салом 118, стих 11. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Салом Давида. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Законы, заповеди твои внутри меня. Я сокрыл их где? И тут четко написано, сегодня наша тема какая, блаженно, чистое сердце. он сказал, что я сердце моем сокрыл. Это где? Если бы он был теологом, он бы сказал, в голове своей сокрыл я слово твое. так ведь? В разуме. Спасибо за мудрость, спасибо за способность красиво истолковывать твое писание. А он сказал, что в сердце сокрыл я слово твое. Это очень глубокое познание Бога, потому что Бога надо знать. поэтому мы с вами собираемся, поэтому мы с вами чтим его, поэтому мы и размышляем, и молимся, и проповедуем, и на домашних группах встречаемся, для того, чтобы что-то в нашей жизни менялось. Я знаю, что каждый день в нашей жизни что-то происходит. Где-то заблудился, кто-то упал, кто-то заболел, у кого-то мир ушел, реально просто. Бывает такое или не бывает, или я один такой? У меня такое ощущение, что я один грешник вышел сегодня сюда. У меня было вчера, мне было плохо, я не знаю причину, просто, меня жена выводит на улицу, как младенца, пошли погуляем. Я говорю, не могу, отстанет меня. Она меня ведет, я говорю, отстанет меня, мне плохо, я злой. Она говорит, пошли погуляем, взяла детишек меня, не знаю, что она делала, молилась, не молилась за меня, это уж некогда этим заниматься, ее там расспросами всякими. Но она меня все-таки вывела. И вдруг мы с ней сели на скамеечку, давай посидим, я сел, а сам на нее не смотрю. И вдруг мое сердце растопилось. Я на нее посмотрел, говорю, спасибо тебе огромное, сидим такие вечером, 9 вечера, детишки гуляют, так хорошо, природа, жизнь. А я не знаю, что такое. это жизнь. Я не знаю, откуда что-то приходит в нашу жизнь. Поэтому, если один упал, другой поднимет, другой помолится, другой благословит, другой скажет, не переживай, все изменится, все хорошо будет, Господь с нами, Бог великий, Бог чудесный, Бог целитель, Бог дает мир, Бог дает свободу, не переживай, все преодолеем, силу и возлюбившую нас, Господа Иисуса Христа, и все встает на свои места, жизнь продолжается, аллилуйя, аминь. Это жизнь, она каждый день, и мы должны знать, но мы сегодня говорим о чистоте сердца, это что-то такое, которое не просто на бумаге написано, я хороший, я чистый, я святой, у меня все хорошо, у меня проблем нету, я слово читаю, в церковь хожу, десятину плачу, а рядом с ним стоял, с этим фарисеем кто? Господи, сокруши меня, Господи, презри на меня, Господи, помилуй меня, и кто оправданным ушел? Сердце чистое, сокруши, сердце чистое сотвори, Дух права и обнови, сокрушение нужно, Бог презрит, Бог презирает именно на сокрушенного. Может быть, я еще раз 8 сегодня скажу об этом, но тебе и мне нужно понять самое главное, что сокрушение это не ритуал, омовение это не ритуал, это сокрушение сердца, когда тебе не важно, кто с тобой рядом, когда тебе не важно, что и кто о тебе сейчас что-то подумает, когда ты выходишь и ты знаешь, что Бог, Он рядом, Бог, Он везде, и Он сейчас рядом с тобой стоит, что бы ты ни думал сейчас, какие бы у тебя помышления не были, Он тебя знает, я не знаю, я проповедую, я исполняю волю Божию, Слово Бога Живого, и от меня ничего не зависит, зависит только от Его живого Слова, которое мы сегодня проповедуем, поэтому только ты и только Господь может разрешить эту проблему в твоей и моей жизни, сокрушись, и придет радость и жизнь. Аллилуйя, давайте посмотрим Матфея 7,24. Хорошо, что мы сейчас задумались. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне. Благоразумие на камне, на Христе. Не буду повторяться. И давайте пойдем дальше. Матфея 23,1-12. Рядышком. Сейчас мы поговорим о категории людей, которые любят читать, размышлять и философствовать. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своих и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрежали одежь своих. Также любят предвозлежать не на пиршествах и председания в синагогах. Боже мой. И приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у нас наставник Христос. Больше из вас да будет слугою, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Аминь. Аллилуйя. Категория людей. Тот, кто слушает слово и исполняет его уподоблю мужу благоразумному. Что значит соблюдать? Он говорит, если вы соблюдаете заповеди мои, то вы меня любите. Выражение любви к Богу и к человеку, оно выражено именно в том, что мы соблюдаем его слово. Что мы сегодня с вами прочитали? Что сегодня Слово Божие нам сказали? Вот сегодня какой урок Господь нам преподал? Чтобы ты пришел, может быть, сейчас, когда мы будем делать призыв и действительно к тому, чтобы помолиться вместе, Бог все знает, или вечером поразмышлять, и чтобы твоя жизнь изменялась, потому что нельзя так жить дальше. Нельзя жить с грехами, с проблемами. Нельзя жить так, чтобы не любить, ненавидеть брата, ближнего, родственников, мужа, жену. Я не понимаю, я могу смело сказать, если моя жена со мной не разговаривает пять минут, я иду, я падаю на колени, я говорю, Оля, прости, за все прости, даже если я не виноват, прости. Как мне жить-то дальше? У меня же есть папа, который меня отругает, потому что он нам не дал пример, как любить я ее должен. Немощнейший сосуд, как Христос возлюбил церковь, так и я должен жену любить. Хочу я того или не хочу, но я должен любить. И в результате познания заповедей Божьих я понимаю, что лучше и дороже для меня никого на свете нет. И в этом истина, потому что Слово Божие так говорит. Любите жен своих, слава Богу, и будет благо тебе на земле. А жены будьте послушны, мужья, чтобы они вас любили любовь. Любовь Христовы. Аминь. Круговорот любви в природе. Слава Богу, слава Богу за такие хорошие уроки, которые нам Господь Иисус дает сегодня. Любите друг друга, любите ближнего. В этом законе все, потому что другого быть не может. Аллилуйя. Вот когда я читал про теологов и философов, вот у меня тут даже записано сила греха закон. Сила греха закон. Знаете, с законом можно убить. Знаете, закон он путеводитель кому? Потому что по закону я должен всех камнями покидать, закидать. А закон он путеводитель к любви. А любовь она долготерпит, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не злорадствует. Все покрывает, надеется всего. Она никогда не прекратится. Любовь она превыше всего. Потому что закон он путеводитель ко Христу, а Христос и есть сама любовь. И это ответ для нас. Потому что в любви все, в любви ответ, в любви сокрушение, в любви мир, в любви исцеление, в любви совершенная любовь изгоняет страхи. Мы не будем бояться. Что нам бояться? потому что сама любовь рядом с нами. Если ты не грешишь, если ты чист, кого тебе бояться? Чего тебе страшиться? Если ты любишь. Он говорит, возлюби врагов, ненавидящих, проклинающих вас. Как любить? Да просто люби. У меня была одна женщина в Выборге. Когда я пил, она меня боялась. Она сказала, Андрей идет такой хороший. А когда я покаялся, она говорит, ну что алкаш, идешь, дочь твоя наркоманка. Я смотрю, ну я говорю, ты что? А я молодой христианин, меня учит каждый день, я читаю Библию с утра до вечера, любите врагов проклинающих, во мне все кипит. Я ей говорю, Бог вас любит, а внутри как бы мне ей вмазать-то, и во мне борьба такая. И она во мне долго кипела. Я ей ничего не говорил, что я ее не люблю. Когда я переехал жить в Иваново из Ленинградской области, слава Богу за пастырей таких конкретных, мне было на пользу. Он сказал, давай возвратись к себе в церковь, я не знаю откуда ты приехал, и принеси мне рекомендацию, письмо, характеристику от своего пастора. И я поехал, взял эту характеристику, слава Богу, характеристика была хорошая. Мне пришлось примириться и с пастором, с которым у нас проблемы были, и с моей соседкой, которую я не любил. Я для себя, когда я ехал туда, я сказал, я приду к ней, я покаюсь. Я не хочу, чтобы мое сердце было такое жестоковыное, такое жесткое, нелюбящее. Это для меня надо. Мне не жалко было денег, потому что это было все таки из Ивановской области Выборга доехать, это определенная сумма денег, но мне не важно было, сколько это стоит, мне важно было, что я ее найду и я ей скажу, простите меня, я вас ненавидел, но я вас люблю, любовью Христовой. Вот это для меня было важно. Это очень сложно, очень сложно, потому что характер у всех разный, но надо любить людей. Это Господь сказал, возлюби ненавидящих, проклинающих вас. Вот такой путь должен быть у каждого из нас. Если ты говоришь, что я не согрешаю, то ты должен просто подумать и помолиться, и очень глубоко подумать, и очень глубоко помолиться, действительно ли ты любишь брата или нет, а почему это я к нему не могу подойти и пожать ему руку. В принципе-то, если он подойдет, то я не против пожать ему руку, но если он не подойдет, я к нему никогда не подойду. Поэтому подумать нам надо об этих моментах. Это очень важно, это в глубине что-то засело. Любовь она любит, она радуется, она подходит, она обнимает. Аллилуйя, слава Богу, жив Господь, люблю тебя, брат, люблю сестра. Если сердце твое чистое, то и око твое чистое, и все у тебя чистое, и руки у тебя чистое. И тебе не нужно ломаться, вот тот что-то он меня недолюбливает или что-то. Для чистого все чисто. Аллилуйя, слава Богу, давайте пойдем дальше. Мы сейчас подходим к самому важному моменту. Мы говорим о чистоте сердца, и мы ищем с вами ключи. Один из ключей мы сегодня с вами поговорили, это сокрушенность пред Господом. Если грехи твои как багряные, то нужно сокрушиться, и Бог его убелит. Любой грех убелит. Аллилуйя. И Давид это показал на примере, но сейчас мы с вами посмотрим на самый важный новозаветный момент и один из следующих ключей. Это евреям 9 глава. Евреям 9 глава. Как вы думаете, могли бы мы что-нибудь сделать без Христа? Если мы смотрим ветхозаветное время, то мы смотрим, что ничего хорошего в этом времени не было. Люди побивали друг друга камнями. Заметили? Били камнями, потому что люди согрешали, били. Вот это церковь, да, если мы сейчас жили в такой церкви. Сейчас кто-нибудь пришел, так, все, согрешил, я видел, пошлите берем камни, пошлите бить. Слава Богу, мы не живем в этом времени. Мы живем в времени, когда Господь вложил новую заповедь, новый закон. Закон о блаженстве. Он сказал, блаженно чистый сердце. И мы сегодня думаем, а как это мне сердце-то очистить, как я его могу очистить-то? Давид молодец, это муж по сердцу, он его избрал. Да, он его избрал, он видел его, потому что он с детства любил Бога. Корее всего, ему папа читал Тору, читал ему законы, кто-то принял, кто-то не принял. Он ходил, славил Бога, он любил его, он воспевал ему с детства. И Господь призрел на его сердце, и он помазал его, и он благословил его. Несмотря на то, что он согрешил такой грех, Господь помиловал его, потому что в нем нашлось сила сокрушиться пред Богом, и он получил исцеление божественное, и опять стал воспевать Господа великого нашего. Сегодня мы говорим о новозаветных заповедях, и вот сейчас мы с вами уже открыли евреям девятую главу с одиннадцатого стиха. С одиннадцатого по четырнадцатый. Но Христос первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телится через окропление свящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Слава Богу! Мы с вами видим самый великий ключ, который есть. Мы должны всегда прийти ко Христу, и мы знаем, что Он очищает, Он сказал, что я очищу все грехи, он будучи верен и праведен, Он прощает. Нужно просто прийти к Его престолу, припасть перед Ним и сказать, Господь, прости меня. Кровь Твоя очищает, мы знаем эту истину, она очищает от всякого греха, какой бы он ни был. Как здорово знать, что кровь Христа, она омывает, очищает. Кровь Христа делает сердце другим. Я могу что угодно на себя одеть, любое одеяло, любое познание, любое слово, я могу красиво, четко, красиво истолковать Писание. Но Богу это не нужно, потому что Ему нужно, чтобы мое сердце было сокрушено, оно было очищено. Этим Исопом, который сказал, Исоп, чтобы окропление было кровью сердца, очищение, которое произошло в Твоем и моем сердце, когда мы призвали кровь Иисуса Христа. Когда мы обратились к Нему, это мовение произошло, этот процесс пошел, очищение, и эта истина, она работает до сих пор. Сколько? На прошлом собрании мы говорили, до седмиш, до семидесяти. То есть сокрушение, до седмиш, до семидесяти. Живу и каюсь, живу и каюсь, иду и каюсь. Вот Бог смотрит именно на такого человека, именно на такого смиренного и сокрушенного дитя. Ведь просто. что в этом трудного? Да просто признаться, просто сказать, Господь, я согрешил, и он прощает. Это простая истина. Слава Богу. Ефесянам 3, 16, 19. Мы пойдем сейчас дальше. Любовь Христа, она велика. Порой ее просто не уразуметь. Как Господь Он может любить и как Бог может прощать. Мы ведь люди такие, мы же готовы за грех-то побить сразу же кого-нибудь, да? Я помню, когда молодой христианин, я помню, молился такой в состоянии, что я думал, я святой, не пью, не курю, матом не ругаюсь, Бога люблю, его прославляю, кричу, Господи, благослови, Господь, дорогой, там все. И рядом кто-то со мной сморкается. Говорю, вот козел, а надо же. И все мое сердце, оно моментально показало, кто я есть. От избытка сердца говорят уста. Вот она вся любовь наша. Господь говорит, будущий верен и праведен, прощает те согрешения. Спустя годы я понял, так жить нельзя. Нужно любить, нужно смотреть не на человека, нужно смотреть на Бога. падает ли он или что с ним там происходит, он перед Богом своим падает. Бог его и подымет, любого, тебя и меня, он подымает. Мы не судьи. Дедина судья и законодатель Господь Иисус Христос. Но истину мы должны говорить Божью. О чем мы сегодня и говорим. О чем сегодня Слово Божие нам и говорит. Нам нужна сокрушенность. Постоянно. Бог презирает. Бог смотрит на тебя и на меня. И Он это любит. Это очень важно, потому что наше счастье и наша жизнь и наша радость и наш мир и наше исцеление именно от этого и происходит. Если ты имеешь против кого-то, ты не можешь свободно жить и ты не можешь счастливо проповедовать, ходить, служить, любить. Я помню одну старую, старую этот пример Йонгичо, когда он молился за одну женщину, у которой был перекос. И она говорит, помолись за меня. Он молится, молится. И вдруг ему Дух Святой говорит, я не буду молиться за вас, потому что вы во грехе, вы ненавидите кого-то из своих близких. Она говорит, я не буду каяться, это моя сестра, я ее ненавижу. Он говорит, тогда я и молиться не буду за вас. Идите. Но она упала на колени. Я говорит, вы не исцелитесь. И она упала на колени. Господи, прости меня. Сестра, прости меня, я люблю тебя. И он продолжает за нее молиться. И на его глазах он слышит вот этот треск вот этих. И все восстанавливается на место. Прямо на глазах она исцеляется. Исцеление приходит через сокрушение, через смирение, через прощение. Мир приходит через сокрушение, через смирение, через любовь. нет у нас никакого другого пути. Поэтому Бог у нас и учит. Почему его заповедь-то? А я говорю не око за око, а зуб за зуб. Я говорю, возлюбите ближнего, возлюбите ненавидящих, возлюбите проклинающих и далее, и далее, уже до такой кондиции. Это разве возможно Богу? Ой, это разве возможно Господь? Тебе невозможно, но мне возможно. и это нужно нам пребывать в Его слове, пребывать, размышлять и молиться, чтобы ходить и жить в таком состоянии божественном. Жить-то легко будет, любить-то легко будет. Аллилуйя. Ефесянам 3, 16-19. Велика его любовь. Да даст вам по богатству славы крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу ваши сердца, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божью. Аминь. Чтобы вам исполнится всею полнотою Божью. То есть, любовь, она ключ к полноте, к откровениям, к жизни, к радости, к будущему. Потому что самое-то главное цель какая? Это мы идем домой. Мы идем домой, мы в это верим, мы же не играем в эти игрушки. Мы же приходим сюда не просто слушать красивые проповеди. Мы приходим для того, чтобы, а что сегодня, Господь, ты скажешь в мое сердце? Мы же не пришли потусоваться или посмотреть какие-то новые клипы на заднем ряду. Мы пришли для того, чтобы получить что-то, откровение, и это откровение, этот ключик, он изменит всю твою жизнь. От нас встреч один момент со Христом, он может всю жизнь твою изменить. Полностью, кардинально. Господь сказал Павлу, ой, Петру, я дам тебе ключи от Царствия Божьего. Ключи, откровения. Почему? Потому что он поверил. И мы сегодня сейчас говорим о вере, чтобы разуметь, чтобы Христос вселился верою. Как апостол Павел, уже не я живу, а живет во мне Христос. То есть, нищий духом полностью всю свою природу. Хвалиться, Павел говорит, вообще нечем. Если только похвалиться тем, что был побиваем, там был на дне морском, и такие прекрасные приключения, которые в его жизни происходили. Вот этим могу похвалиться. А то, что теолог, и то, что умный, вот этим не хочу и не буду. Представляете, разница духовных людей, людей, знающих Бога. это вообще не связано с мозгом, с разумом. Поэтому Он сказал, в сердце своем сокрыл я слово твое. Живое слово. Сердце. Братья и сестры, в сердце слово это размышление, это молитва. Бог будет открывать, если ты будешь размышлять над словом. Он говорит, блажен человек, кто размышляет над словом Божьим день и ночь. Оно не будет просто так, если мы включим в машине проповедь или что-то такое, что, о, какая крутая проповедь, какие красивые слова. Это да. Но пока ты лично не познаешь, пока ты лично не углубишься, когда ты лично не начнешь копать, тогда это будет все на поверхности. Это будет на уровне головы. Ты можешь быть образован, можешь красиво говорить, опыт придет, чувства к навыкам даже могут быть приучены, но глубины божественной ты можешь и так и не познать. Надо копать, углубляться, то есть размышлять над словом Божьим. Аллилуйя. Псалом 23.3.6. Вернемся. Заканчиваем, не переживайте. У нас сегодня много темы было, есть о чем сегодня поразмыслить. вечером 23.3.6. Вопрос. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки не повинны, сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милости от Бога Спасителя. Кто взойдет на гору? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Аминь. Вот сегодня Господь нам говорил именно об этом. Первый царств, помните, когда Самуил хотел помазать на царя у Исея были сыновья и он один за одним выбирал этот, этот, этот большой, этот красивый, может этот. Он говорит, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Он говорит, скорее всего у тебя где-то еще один сынок бегает. Он говорит, да, есть там Давид, но скорее всего он думал, ну, это уже вообще именно Давид и казался тем человеком. который стал помазанником Божьим. Мы с вами думаем так, а Бог думает по-другому. Он смотрит на сердце. Чистым сердцем Бога узрят. Он смотрит на сокрушенные сердца, любящие сердца, жаждущие, алчущие сердца, которые любят Бога. День и ночь. Не просто в определенное время, когда надо, когда заболел или когда плохо, или когда деньги нужны, или когда права надо сдать, или бизнес открыть, или еще чего-то. Бога надо любить каждый день, потому что Он взлюбил нас прежде, когда мы были грешниками. Аминь. Аллилуйя. Цель же увещания нашего есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Вот, что сегодня Господь хотел нам сказать через это слово. Давайте еще раз мы встанем, сейчас мы помолимся, и еще раз мы повторим саму суть, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И мы посмотрели с вами ключики. Один из важнейших ключей это то, что нужно сокрушиться пред Богом. Какие бы грехи не были, Он простит любой грех. Самый важный ключ это то, что Господь заплатил великую цену за тебя и за меня. Он омыл, очистил, осветил тебя. Кровь Иисуса очистил. Кровь Иисуса Христа сделала твое сердце чистым, чистым. Поэтому, братья и сестры, дорогие, давайте дрожить вот этой привилегии, которую дал нам Господь. По милости Его мы с вами здесь. По милости Его, по благодати Его мы с вами имеем эту божественную возможность просто пребывать в Его доме. Это просто благо, это просто милость Его, любовь Его к нам. Незаслуженный дар. Иисуса Христа